Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 какие вот серьёзные такие моменты в развитии общества, этой категории не выражены. То есть это категория обобщающая. А что значит обобщающая? Вот мы сейчас сидим, люди разных полов и возрастов. А нам это не важно. Нам важно, что вы человек и я человек, да? То есть вот обобщение, абстрагирование. А какой человек, это подробности уже. Подробности это в других местах, в другое время. А сейчас вы человек и я человек. Вы меня за человека принимаете? А я студентов за человека считаю. Тоже это важно. На экзаменах вы были равны. Единственное, что я всё-таки буду ставить вам оценку, а вы будете сдавать. Но люди, как мы равны и друг друга уважаем. Так вот, какие моменты, которые очень важны для развития общества и характеризуют его, они не выражены понятием общественной экономической информации, потому что это понятие обобщающее. Что такое обобщающее? Ну не всё оно берёт. Общее, правда? Кроме того, что вы человек, вы ещё молодой человек, то есть девушка, если ещё иметь в виду пол. Потому что есть молодой человек, который не девушка, а мужчина. Если брать пол. А дальше мы можете сказать, а вот вы, так сказать, с такого года рождения, возраст вашего и так далее. Но это подробности. А вот понятие общественной экономической информации сугубо пригодно для реализации вот этого принципа исторического материализма, но оно не всё берёт. Оно ни в некоторые моменты вообще не принимает во внимание. Какие? Как вы ответите на этот вопрос? Вот такой вопрос может быть задан вам на экзамене. Я спрашиваю, вот как вы разбираетесь в формации. Что, формация прям всё и выражает? Нет. А? Культуру не берёт. Раз. Теперь эту самую нацию берёт? Нет. Не берёт. Историю? Историю частично берёт. Она и берёт историю уж слишком крупно. Историю берёт так, либо вот только вот переход, какой у вас сейчас строй. И всё. Рабовладение, феодалии, феодальная культура. Аж как в чём она состоит, не берёт. Не конкретно. То есть, этот историзм здесь, с одной стороны, здесь он проявляется, но по-крупному так, переход от одной формации к другой. А с другой стороны, а историзм, он не может быть таким вот только обобщённым. Он должен быть и конкретным. Правда? То есть, совершенно понятно, там, разные нации, разные географические условия. Географию берёт? Нет. Не берёт. Национальный момент берёт? Нет. Национальный не берёт? Историю не берёт? Культура не берёт. А какая категория берёт? Все эти моменты, включая информацию. всё то, что берёт информация, плюс ещё вот это. И что будет? Какой категория выражается? Вот это и выражается категорией цивилизации. То есть, цивилизация, это общество, взятое во всём богатстве его определений. Во всём богатстве. А если мы берём, мы говорим, что это вот фундаментальное понятие, формация. Оно фундаментальное, то есть основополагающее. Так основа, основа. Это разве всё? Не всё же ведь основа, правда? Есть ещё основанное. Так надо всё взять. И вот мы не можем исследование общества останавливать на том, что мы только сказали, какой формации оно принадлежит. Ну, полежит оно к буржуазной формации. Так что в этих буржуазных странах, видимо-невидимо, правда? Они очень сильно отличаются и по культуре, и по языку, и по национальности, и по истории, по всем вот этим параметрам. Поэтому, как соотносится формация, как общественно-экономическая формация, это категория и категория цивилизации. Категория цивилизации более полная и более конкретная. Более конкретная. А категория формации очень более обобщённая и менее содержательная. Не всё она берёт. Ну и, в общем, это характерно для науки, ну, это выделить главное. Вот что у вас главное? Что вы едите или какой у вас ум? Выбирайте. Да? Или иногда противопоставить, говорят, вам что, или ум, или красота для женщин? Ну, как-то не надо это как-то. Что, а что, не может быть, нельзя быть, что ли, умный и красивый? Как-то странно. И такая постановка вопросов. Вы как-то ставите вопрос. Так, с виду, вроде вы, вроде как, умные, а говорите такие вопросы, задаёте. Что и не верится, что умный. Не надо же говорить, что человек дурак. Можно по-другому сказать культурно, да? Вот так. Короче говоря, Короче говоря, мы не можем ограничиваться на, так сказать, позициях формационного подхода, сказать, ну вот мы закончили. А тем более, если вот тут сидят истории, скажут, как вы закончили? Где вы со своими формациями? Где история? Где культура? Где нации? Где это всё? А это в понятии цивилизация. Поэтому вот если вот без этой категории, без этой вот лекции, это всё не полно. Поэтому, когда вы начинаете включать вот все эти моменты, у вас сначала вы относите страну, какую-то берёте страну, относите её к формации, потом начинаете. Давайте ещё изучим её историю, рассмотрим, какая у неё была культура, и как, какая нация была важнейшая, или из каких она важнейших наций состоит, и как вообще решались национальные проблемы. И это всё надо в движение взять, в каком уже? Историческом. Не только в движении, связанном с производством, но связанном с такими подробностями и богатствами, которые только история может отразить. Потому что история претендует на полноту. Не только на то, что мы вам расскажем, что главное в истории, или основное, но основное хорошо. Что основное? Ну, ещё кроме основного, есть же то, что основано на этом основном. Это вроде как я вот про фундамент вам рассказал, этого дома, а про дом уже не рассказывал. Ну, дом-то, если он основан на фундаменте, он в этом смысле нам весьма интересен. Нельзя брать только основу, основание безоснованного. Так вот, цивилизация основана на формации. А если вы откроете литературу на эту тему, вы увидите совершенно плоское и неверное разделение. Что, дескать, есть два подхода в исследовании общества – формационный и цивилизационный. Вы за какой? Это всё равно, что я бы сказал, что вот вы твёрдое тело. Вы твёрдое тело, не жидкость ведь? Мы знаем, что вы на 80% состоите из воды, но всё-таки вы твёрдое тело или жидкость? Тут сначала… И что из того, что я знаю, вот это первое? Это что, два разных подхода человека, если мы изучаем? Мы человека должны изучать во всём богатстве его составляющих, так и в обществе. Как вы можете сказать? У меня только формационный подход. То есть я знаю, какая формация, а мне не важно, какая история, какая нация, какая культура. Очень важно. Очень важно. Иначе мы не доберёмся, а конкретный человек живёт вот со всем этим богатством. И с духовным в том числе, а не только с материальным, правильно? Вот, поэтому нельзя ограничиться. А с другой стороны, если мы возьмём вот это вот богатство и без основы, мы запутаемся, потому что у нас… 7 миллиардов людей. У нас стран сколько? Вы даже не скажете, сколько у нас стран на Земле? Государств, сколько? Не знаете. А что вы? А кто знает? Вот я не историк. А кто знает? Сколько государств на Земле? Ну, 300 с чем-то. Сколько? 300 с чем-то. 300 с чем-то. Видите, с чем-то. То есть некоторые шовинисты, они некоторые с чем-то прямо так отбрасывают, потому что это вообще не люди. Так? С чем-то. Нам скажут, как? Вы кого не записали? Вы нашу страну-то записали? А у вас маленькая страна. Ну, что если у нас страна в стране, то у вас страна не страна. Вот в том ты и делаешь. Ваша страна вообще на страну не похожа. Мы вообще вас и вспоминать не хотим, и знать не хотим. То есть, так просто много, действительно. То есть, конечно, обобщение необходимо. Но после обобщения, что дальше? А дальше вы обобщили и можете изучать каждую самую маленькую страну во всем богатстве ее составляющих как цивилизацию. А вот дальше рассказать, что вот эти разные страны принудят к одной и той же цивилизации. Что вот есть такие какие-то типичные общие черты. Общие черты, связанные вот с общим развитием, с конкретным развитием. Вот. И эта страна буржуазная, и эта страна буржуазная, и эта страна. Ну, они могут принадлежать к одной цивилизации, если, скажем, скажем, страны западные, да, буржуазные. А другое дело, буржуазные страны там, латиноамериканские. Ну, там вот есть особенности. Вот и строй там капиталистический. Ну, там есть, например, руководитель, которого зовут Ленин у него. Он так, его имя дали. А он буржуазный. К нам приезжали в одно из стран. Там, или там, скажем, вот, товарищи латиноамериканцы в Венесуэле считают, что у них социализм. Никакого там социализма нету. И ничего общего нету. И партия их, на самом деле, не социалистическая. Ну, любят вот они социализм. И все. Ну, что мы можем поделать? Ну, такая вот особенность. Что там социалистического? Там есть общественная собственность на средства производства? Нету. Ну, вот приезжал сюда их прежний лидер. И он, значит, я рад тут прибыть на родину. Ленин. Он со всеми встречался. Москов в университете встречался. Ну, они-то, в общем, страна капиталистическая. Но у них вот такой общий настрой. И у них, кроме вот этого деления на то, что капиталистическая, не капиталистическая, а вот есть еще вот эти страны, которые во главе с Кубой объединяются, потому что у них есть общие герои, так сказать, борьбы за освобождение от колониальной зависимости. И они вот считают себя последователями этих героев. А? В том числе и Че Гевара, например. И другие, которые совсем не являются пролетарскими революционерами, но они, тем не менее, вот прогрессивные деятели. Они так объединяются в эти страны. Это существенно? Существенно. И это по-моему проявляется. Вот Бразилия, ну, капиталистическая страна. Она куда вошла? В Бразилию вошла страны, объединившиеся. Так. Как же называется это объединение? Экономическое. Бразилия, Китай. Россия. А? Да, БРИКС. Да, БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и С, это Сауф-Африка, Южная Африка. Страны БРИКС. Бразилия там. Бразилия присоединилась к Китаю. А к кому надо ей присоединяться? К Китаю, потому что он самая крупная сейчас экономическая держава с самыми высокими темпами роста. Скажем, Китай по объему ВВП, если считать покупательной способности, обогнал Соединенные Штаты Америки. Раз. А темпы роста в два раза выше китайской экономики, чем американская. И она бескризисная. И поэтому раз. Во-вторых, у кого такой потенциал, который позволяет себя чувствовать спокойно, что Соединенные Штаты вас не съедят. Поскольку Соединенные Штаты в Америке, во всей Америке ведут себя как хозяин полноправный всеми командующим всеми державами. А если под крыло попасть вот России и Китай это уже и не тронут. Поэтому вот Бразилия там и Южная Африка там. Значит, получается так Бразилия, Россия, Индия. Индия имеет ядерное оружие. Индия имеет ядерное оружие. Страна какая? Капиталистическая или социалистическая? А знаете, как называется? Полное название Индии социалистическая и светская. Республика Индия. А в Бирме называлось, сейчас он Мьянма, Бирманский социалистический союз. То есть всякие особенности были связаны с авторитетом социализма. И вот Индия к кому? Она с Китаем будет дружить? Она не дружит с Китаем, правда? А взаимодействовать надо. Прямо с Китаем взаимодействовать она не хочет. У Индии ядерное оружие, у Китая ядерное оружие и у них постоянные проблемы на границе. А в такой компании тут Россия и другие разбавлены другими государствами, вроде в этой компании никто никого не съест. Они тут никого не боятся в этой компании. И если мы другую компанию берем, вот такую межгосударственную, это страны Шанхайской организации ШОС, Шанхайская организация сотрудничества. Кто входит в ШОС? Это вот, скажем, Казахстан туда входит из маленьких государств, а из крупных Китай, Россия, Китайская народная республика, Россия, недавно туда, Казахстан, Индия и Пакистан просились и в прошлом году вошли. И в этой получается, в этой вот группе стран Шанхайской организации сотрудничества сколько ядерных держав? Россия, Китай, Индия, и Пакистан и Пакистан. Пакистан. Пакистан с Индией на ножах. И Индия с Китаем тоже не очень хорошая отношения. А вот они тут собрались, и эту группу людей, Соединенные Штаты Америки, никак не съедят. Почему? Потому что они по своей мощи и численности населения составляют очень большую величину. Численность населения в ШОС в странах организации Шанхайской организации сотрудничества. Сколько? 40% населения Земли. 40%. Из семи с лишним миллиардов 40% в Шанхайской организации сотрудничества. Ну, как теперь вот? Иногда говорят, вот у нас весь империалистический мир. Не совсем так. Вот есть мир империалистический, а есть мир, который группируется вокруг крупнейшей страны социалистической, вокруг КНР. И куда? Из кого он состоит? В основном из капиталистических стран. Каких? Таких, которые боятся, что их в условиях империализма съест крупный империалистический хищник. Ну, съели Ирак, съели Ивославию, съели Ливию. В Ливии хорошо же было? Бесплатное образование, бесплатное обучение. Выходят люди замуж, женятся, обеспечивают квартиру. Красота. Все, прилетели, разбомбили, уничтожили. Разорвали просто на куски законно-изборного президента. И второе, светское государство уничтожили на Ближнем Востоке. Поэтому там это ИГИЛ, поэтому и взросло. Потому что баланс нарушен между светскими государствами и мусульманскими государствами. А это тоже, вот скажем, вопросы религиозные и нерелигиозные. Мы это не говорили, не затрагивали. Ну, буржуазия вроде она от этого абстрагируется, говорит, что для нас это не вопрос. Отделение школы от церкви, а церкви от государства. Но государства-то нынешние не отделены у нас многие религии. Поэтому это тоже момент. В цивилизации мы не можем его пропустить. Правда, вот я о нем до этого не говорил, но когда мы говорим о цивилизации, мы еще скажем, а как тут с вопросами веры? Тем более сейчас разные есть исламы. Ислам более-менее спокойный и план, который тяготеет к терроризму. Легче всего себя чувствуют атеисты сейчас, потому что они никто с ними не воюет. А вот если вы не той веры и доказываете, что ваш бог правильный, а мой неправильный, ну, не знаю, кто-то из нас должен умереть. А если я скажу, что я не верующий, ну, вы видите, что нет сейчас вражений с атеистами особенной. А вот между представителями разных религий есть. И вот когда мы начинаем рассматривать и современный мир, и историю современного мира, то мы, конечно, принимаем во внимание все вот эти моменты. И вот в этом рассмотрении, конечно, интересно было бы принять во внимание и Гегельскую лекцию по философии и истории. Не из-за философии, и философия там, получается, не объясняет ход истории идеалистической. А вот с точки зрения обобщения всяких особых исторических моментов и путей развития разных, эта книга интересная и полезная. Ну и, как вы понимаете, у нас, скажем, на том же историческом в институте истории существует много разных направлений изучения, разных цивилизаций, можно сказать, правда? Там не то, что они, дескать, допустим, история капитализма, такой кафедры нет, или история коммунизма, такой кафедры нет, или история рабовладения, этого нет. А есть истории, которые берут в целом цивилизацию рабовладельческую или феодальную, цивилизацию, то есть не ограничиваются теми моментами, которые заявлены, объявлены в таком понятии, как формация. Но если вы зайдете в область философии и посмотрите, как там, там, к сожалению, сейчас в литературе так называемый формационный подход, это люди изучают формацию и хотят обойтись без истории, без рассмотрения нации, культуры и так далее. И цивилизационные, то есть хотят изучать цивилизации, не беря основ этой цивилизации. То есть изучать не материалистически и не обобщая, а просто рассказывая. Получается, это рассказ о жизни, что писатели делают. Для этого есть имелитристика, есть исторические романы, и люди, хорошие писатели, описывают жизнь во всем богатстве ее проявлений. Правильно? Что делает писатель? Писатель будет, вон, полкниги будет ну треть, как надвигалась гроза, описывать. Поэтому работа, вот ваша статья будет такая, а роман будет вот такой. Потому что для художника главное не понятия о настроении. Создать вот хорошее настроение. Почитайте книгу, вам понравится. Вы настроитесь на определенный душевный лад. Вот задача художника. А не то, что если он скульптор, значит у него есть зубила, и у него есть камень, он из гранитной зубы постепенно формирует скульптуру. Но смысл этой скульптуры не в том, что он откидывает куски камня от большой скалы, а в том, что он создает художественный образ. У Гегеля написано, что есть три формы постижения мира. Религиозная, когда вы наш земной мир, представляете, как мир на небесах. Отсюда понятие преподобный. Вот если есть преподобный Михаил, это кто кому подобен? Он кому подобен? Мне подобен или Богу? Он Богу подобен. Преподобный механизм. Так кто кому подобен? То есть Боги подобны людям на земле или люди на земле подобны Богам? Ну, это зависит от того, какая у вас позиция. Если у вас позиция материалистическая, вы считаете, что Боги вот так подобны они оказываются. Так и уж Богоматерь очень похожа на молодую мать вместе со своим ребёночком. Правда? Скорее, она есть обобщение этого дела. А считается наоборот. Что там вот источник, а здесь вот её подобие. А в математике мы изучали, что если два треугольника подобные, значит, каждый подобен каждому. Поэтому можно и так брать, и так брать. Вот это одна форма постижения мира. То есть есть фантастический образ мира, и где наши земные отношения выступают как отношения фигур божественных. А есть постижение мира в образах. Это не надо путать с познанием. Постижение мира в образах. Вот чтобы постигнуть художественный образ музыкальный, вам надо знать испанский язык, если вы слушаете испанскую музыку? Не надо. А если вы слушаете итальянскую оперу, надо знать язык? Ну, конечно, неплохо тогда там что-то напишут. Но это не обязательно. Правда? Совсем даже не обязательно. Даже если вообще вы ни одного слова не будете понимать и ничего вам не напишут, то вы все равно получите удовольствие большое. Потому что музыка доходит до сердца без слов. Ну, можно написать содержание этой оперы, бумажку вам дать, вы прочитаете. Ну, наверное, ради этой бумажки вы бы не пришли. Потому что бумажка очень короткая, можно сказать, прочитать, получить, дойти по билету. Получить, можно уходить. Нет. Оказывается, нужно сидеть и вот, собственно, в этом. И почему людей второй раз ходят, третий раз ходят? Что они что, не усвоили? Какие-то понятия? Усвоили они. они же получают постижение приобщаются к великому, которые не носят национального, при том, что форма национальная, да? Вполне. Есть итальянские композиторы, есть немецкие композиторы, есть русские великие композиторы. А постижение не имеет национальной формы, то есть вам совершенно необязательно знать язык. Вы можете прямо приобщаться. То же самое относится и к живописи. Ну, вот если я русский, что мне тут важно, чтобы вот это был русский художник нарисовал, ну, тоже интересно, но я прекрасно пойму картину, скажем, каких-то голландских мастеров, да? Что значит пойму? Это же не понятие, это же постижение образа художественного. Художественный образ, над ним работает художника вовсе над тем, чтобы на хоз положить краску. Вот те люди, которые кладут краску на стену, называются маляры. А это художник, зачем другое дело? И, наконец, постижение в понятиях, вот когда мы говорим о постижении в понятиях, тут чистые вот формации лучше всего годится для этого, но и годится для науки. А если мы хотим взять все в богатстве, значит, мы не ограничиваемся этим, а заходим в область культуры и в область религии и в другие области, которые в истории, а история нам все обнимает, в истории все в движении находится. Все те понятия, которые нам представляются иногда как отдельные, а не в единстве. Вот это будет цивилизационный подход, поэтому эти два подхода, это не два направления в развитии и понимании, в изучении общества, а это одна ступень более общая, информационный подход, и другая ступень, которая не стоит рядом и не стоит над, и не стоит сбоку, а это ступень, которая как бы обнимает и дает форму проявления. Как мы различаем закон и явление? Явление имеет свой закон, а закон является. Вот цивилизация и формация соотносятся как закон и явление. Формация – это закономерное, которое проявляется в разных государствах, странах, при разной географии, при разной истории и так далее. и вот явление, то есть во всем богатстве определения, какие только имеются в жизни. Вот такая картина. Ну, а что вот делают товарищи музеологи? Они изучают не то, что вот обязательно обобщенные, а то, что всегда имеют совершенно конкретную форму. Всегда. И поэтому они в этом смысле изучают уже, непосредственно изучают цивилизацию, но как проявление вот того глубокого, закономерного. Поэтому, конечно, грамотные музеологи, ну, должны понимать, что это вот не только, что вот нож – это нож, а нож – это средство производства, которое характеризует определенный этап развития человечества и определенный уровень знаний, умения, в том, создавать те орудия, с помощью которых обеспечивается жизнь человека. Поэтому, скажем, позиция музеолога, она как бы позиция с поверхности к глубине, к глубину. Ну, а, скажем, те люди, которые непосредственно занимаются философией, у них другая позиция. Они идут от общего и доходят до поверхности, до явлений. Поэтому, скажем, можно сказать, что вот философы и историки, они как бы вот идут друг на встречу друг к другу, и они соединяются и сливаются тогда, когда они берут и то, и другое. Вот такая картина. А противопоставлять цивилизационный подход подходу формационному нельзя. Нельзя, так сказать, я выбираю вот этот. Ну, как вы выбираете? Как вы можете выбрать, что вот выбрать, как вы выглядите, или что у вас внутри, в желудке? Ну, как это можно вообще? Как можно так выбирать? Так нельзя действовать в науке. К сожалению, или можно вообще никак не различать, говорят, это нас, например. Тогда нету отдельно ни нации, ни национальности, ни племен, ни народностей. Ничего нету. А все есть. И нет проблемы, скажем, национальной гордости, нет проблем национализма, нет проблем интернационализма, и нет двух интернационализмов, там, буржуазного, пролетарского. Нет двух. Подходов к национальным вопросам и так далее. Но вот если, скажем, мы говорим уже о национальной гордости, это уже не столько национальный вопрос, сколько уже цивилизационный. Правда? Потому что гордиться можно. Чем? А чем? То есть, чем богато это общество, чем богато это вот нация? Если нация, скажем, изобрела порох китайцы, да? Или нация дала письменность другим народам. Например, русские дали письменность казахам, а казаха, как только они буржуазный строй получили, они теперь выбирают кириллицу, как будто не из кириллицы и пришла к ним и заменяет ее на латиницу. Я говорю, ну вы нам сделали, спасибо большое, мы вам и отплатим добром. Вот таким образом. Раз и заменяют. И это не только в Казахстане и в других республиках. Я понимаю, там, где письменность уже была, а где ее не было. Сколько народов и народностей получили письменность благодаря русскому народу, благодаря тем людям, которые продвигали культуру. Русским людям, но они продвигали культуру человеческую. Вот такое соотношение у нас получается национального и формационного подходов, что это подходы к одному и тому же, это разные стороны, или лучше сказать, что одно есть основа, а другое основанное. Цивилизационный подход имеет в основе формационный, а формационный, как закономерный, являющийся вид свой, имеет как цивилизацию. Вот такое соотношение. Вот на этом мы можем, наверное, и завершить рассмотрение вопроса о том, что такое цивилизация, потому что в подробности цивилизационные, как вы понимаете, можно зайти, и уже оттуда не выйдешь, потому что они бесконечны. Если действительность бесконечна, разнообразна, и глубина тоже бесконечна, и можно это изучать вечно. Так, хотелось бы, чтобы вы задали мне вопросы по курсу, которые у вас сейчас уже есть, у нас есть время. Какие у вас есть вопросы по курсу? Имею в виду, что у нас еще будет с вами консультация, когда она назначена. И на консультацию надо тоже сполна использовать, то есть вы что-то, вот вы будете готовиться, разбираться, но есть вопросы, которые вас вызывают затруднения, и можете их спросить. Чем хороша консультация? Или даже вот, скажем, внезапно, я вам сейчас такую возможность предоставил, хотите, вот спросите, чем хороша? Потому что до некоторых вещей человек очень долго добирается сам. И вообще в общее положение в науке, в любой философии и в истории такое, что человек, который в науке там прошел больше, он вам дает короткий путь, а вы к этому результату можете идти десятилетиями. Еще не факт, что доберетесь, правда? Потому что не все добираются летать. Поэтому и существует такая практика, что есть научные руководители, что есть люди, которые этот вопрос изучали уже десятилетия и могут вам дать сразу короткий ответ, а вы будете блуждать. Скажем, в интернете сейчас много мусора, то есть вы можете набрать, наберете вы правильно, а то, что вы получите правильный ответ, ну какая ответственность у Википедии, кто хочет, тот туда и вписывает. Пример. Вот болезнь, от которой умер Ленин, от нее, значит, эта болезнь связана была с тем, что мозг рисковался. И что вы думаете? Откроете там в Википедии, это написано, это сифилис мозга и всякая такая чушь. И хотя написано, что вы можете исправить, но на чертах невозможно исправить. Невозможно. То есть там люди, которые эту чушь написали, образовали устойчивую группу, которая там себе набрала каких-то прав в интернете и ни за что. Так что это иллюзия, что в интернете вы можете там что-то поправить. Очень тяжелое. Я у себя на странице пытался кое-что поправить. То, что написано неверно, не соответствует факту. Меня раз отключили, говорит, до 7 ноября. Я дождался 7 ноября этого года и тогда поправил. А могли бы больше отключить и так далее. То есть это вот не источник. Это вот источник переходный. Если вам нужно найти через интернет какие-то произведения научные, тогда их надо искать. А это, конечно, культурное достижение интернета, но там много мусора. И через этот мусор надо уметь тоже проходить. То есть надо в интернете найти через интернет те источники, которые... Ну и может быть в интернете люди этого не знают. Например, если брать историческую часть, полное собрание сочинение Ленина полное или не полное. Но если говорят полное, что это значит? Что оно не полное. Ну и опытные люди что знают? Ну ха-ха, полное, когда все время находят еще. А есть другое издание, называется Ленинские сборники. Они вот так вот соберут то, что историки нашли, их печатают, загруппируют, систематизируют и печатают. Вот Ленинский сборник. И вот выясняется, что, например, такой вопрос о товарном производстве при социализме. Вы можете даже найти такие книги, что Ленин о товарном денежных отношениях при социализме. Такой сборник есть. Во всем этом сборнике нет ни слова у Ленина о товарном денежных отношениях. Более того, я как человек, прочитавший полное собрание сочинений, могу вам сказать, что нету ни одного слова такого в произведениях Ленина. Ни одного ни в одном месте. Некоторые товарищи со мной не соглашаются, я им предлагаю поспорить на 10 тысяч мне деньги нужны. Они соглашаются. Я-то знаю, вы знаете, что из спорщиков один кто? Дурак, другой подлез. Я в роли подлеца выступаю тут, потому что я-то точно знаю, я-то это все прочитал, и сборник еще под моей редакцией, главный в ленинизме. Это, так сказать, конспект конспектов. Товарно-денежные отношения, категория, которая появилась в советское время, для того, чтобы обозначить не товар, товарный в виде такого, в виде товара, а вовсе не потому, что это товар. И вот есть обмен, есть рецензия Ленина на книгу Бухарина «Экономика переходного периода». И вот в этой книге Бухарин написал «При капитализме товар, при социализме продукт». Ленин пишет замечание на полях «Не точно, надо написать продукт, идущий в потребление не через рынок». Не точно, то есть мало еще что, правда, еще надо написать, что не через рынок. «Ну как это в полном собрании сочинений будет такое, которое издавалось в хрущевский период, когда уже курс был взят на рынок?» И, соответственно, раз курс был взят, значит, то, что у Ленина не подходило к этому, ушло. Или полное собрание сочинений. А есть конспект переписки Маркса и Энгельса Ленинский, вот такой том. Он издан Институтом марктизма и ленинизма. Вот такой том. И Маркс и Энгельс все время переписывались. И вот сегодня мне пришла диалектическая мысль и делиться с Марксом. И они обсуждали все вопросы. И третий человек, который изучал науку логики Гегеля, Ленин. И этот вот том, конспект переписки Маркса и Энгельса в полное собрание сочинений Ленин не вошел. Или, наверное, вы знаете, что вот в научных работах иногда пишут, мы пользуемся системным подходом. И как бы это считается наукой. Что это такое системный подход? Еще бы не хватало, чтобы вы бессистемным чем-нибудь пользовались. Вопрос-то в том, а какая вот система-то? Система, может быть, диалектическая, метафизическая, а не просто что вот система. У нас, например, вся жизнь системная, утром вы завтракаете, потом обедаете, потом ужинаете. Это же система. Есть обмен записка между Лениным и Бухариным по поводу богдановской технологии. Тектология. Тектология – это всеобщая организационная наука. Вот. Там Богданов пишет, что это не не империум, а не зон. А Лениному пишет, это Богданов вас обманул по поводу этой богдановской технологии всеобщей организационной науки. Вот это то, что называется системным подходом. А системный подход, он сродни ну, таким элементарным таким вещам, низкокультурным. Вроде того, что каждый предмет или объект – это система. Вот вы – система, я – система. Стол – система. Куча песка – система. Там есть внешняя среда, внутренняя среда и элементы. Согласны? Вот у вас есть внутренняя среда, это я – ваша внешняя среда вместе с деревяшками и с доской. И есть элементы. Вот голова, рука, правое, левое ухо и так далее. А противоречие берет, этот системный. Нет. Он противоречия не берет. Он не берет самые главные движения и самодвижения. То есть не берет живое. А вот, скажем, если вы возьмете какие-нибудь минералы в минералогии, ну, там, да, действительно, в кристаллах там вот как раз элементы и структуры. То есть это вот то, что применимо для каких-то специфических особых отраслей и области. Это годится. А как метод, конечно, не годится. И тем не менее, вот люди говорят, мы пользуемся системным подходом и так далее. Много таких вещей. Так, значит, мой призыв к тому, чтобы вы заготовили вопросы. Да, сейчас можно спросить. у меня есть вопрос, почему буржуазия стремится к накоплению всего большого капитала? чтобы понять буржуазию, надо ее понимать как персонификацию капитала. То есть не просто вот мы назвали вот это буржуазия там или какой-то ярлык повесили. Нет. Есть капитал. Вот надо разобраться, что такое капитал. Капитал, как вы ее определяете, капитал? Если вы определите так, что это вот богатство. Это богатство были и в средние века, богатство были и при рабовладении. Правда? Ну, капитал, это, наверное, предприятие, которое выносит деньги. То есть вот это... Похоже. Похоже. Ну, точное название, точное именование, капитал и точное определение – это самовозрастающая стоимость. Что значит самовозрастающая стоимость? Чем больше стоимость, тем лучше. Правильно? Какие? Есть ли границы самовозрастания стоимости? Нет границ самовозрастания стоимости. Вообще количество, то есть если у меня задача производственная, как можно больше денег, то здесь снята количественная граница. Сам смысл капитала в том, что это самовозрастающая стоимость. И вот я стал капиталистом. Был я хороший человек, так сказать, мы с вами дружили, и стал я. Это значит, что значит самовозрастающая стоимость? То есть моя цель – не получить больше благ. Ну, съел я один обед, два, три, но у нас поможешь, что ли, есть? То есть никакие удовлетворения потребностей этому закону не соответствуют. Нет, не нужно очень много, так сказать, предметов потребления, достаточно удовлетворить. А вот денег мало, то есть много, не бывает. Их всегда мало для капиталиста. Если у него цель капиталист, есть персонифицированный капитал, если он ведет себя не как капиталиста, а как Энгельс, который Маркс деньги давал на отнюю капитал, он не соответствует понятию капиталиста. Или, скажем, Оуэн, который, как известно, тоже был капиталистом и был одним из основателей теории утопического социализма. Он вот заботился о рабочих и хотел как-то с помощью этой фабрики облегчить им жизнь, но он сразу проиграл в конкурентной борьбе. То есть, как устроена капиталистическая экономика, что даже если я захотел, полюбил своих рабочих и хочу им добра, но если я не буду в конкурентной борьбе иметь важных позиций, то я просто прогариваю. Меня не будет как капиталист. Если я хочу остаться как капиталист, я должен постоянно стремиться увеличивать прибавочную стоимость. А как ее увеличивать? Увеличивать рабочий день, сокращать ту часть, которая соответствует заработной плате. Как ее сокращать? Не обязательно абсолютным образом. То есть, можно не сокращать зарплату, а можно повышать производительность труда, и тогда доля зарплаты вновь созданной стоимости будет сокращаться. Это называется относительная прибавочная стоимость. В этом смысле вот понятие количество как безразличные границы, то есть, границы, которые, если количество, всегда может быть больше. Любое. поэтому и капитал, и поэтому капиталист, то есть, человек, который соответствует понятию капитала, он стремится к постоянному увеличению. Поэтому больше всего плачутся, что у них мало денег, самые богаты. Ну, вам зачем много денег? Вы сейчас уже, вот сейчас что-то берегу, усилия я видел. Зачем вам деньги? А тут, когда вам нужно докладывать в карманы, так вам еще, давайте еще, еще, еще и бесконечности. То есть, надо понять, что такое персонификация капитала. Это человек, который соответствует вот этой экономической задаче. Экономическая задача капиталистическая состоит в том, чтобы как можно больше получить стоимости новой. Тогда надо еще вложить, еще получить, еще вложить, еще получить, и так до бесконечности. Так, давайте. Значит, капиталист, он не дурак, капиталиста, он, конечно, других буржуа. Он пытается в конкурентной борьбе победить. И пирожки. И я продаю пирожки. Так, вот мы с вами продаем два человека на рынке. Так, если у нас одинаковая цена, будут покупать у вас. Вы моложе и красивее. А кто у меня будет покупать? А если у меня будет на 20 копеек дешевле, вы моложе и красивее, покупать будут у меня. Вы разоритесь, а я останусь, а вы умрете с голоду. Вот примерно так выглядит картина. И мы знаем, что капитализм и перешел в империализм. Когда стали крупные монополисты, и когда вот там захотите что-то подешевле, ну это монополия. Вы не можете получить дешевле за газ, за воду. Это все монополии. Кому вы будете обращаться? Нет, к кому обращаться? Все, один монополист. Он устанавливает. Вы ничего не устанавливаете. Вы можете сколько угодно говорить о демократии, все это устанавливается крупнейшими монополиями. Вот в чем дело. Они друг друга пожирают, а вот рабочих они не пожирают. Они, как вы понимаете, специально делают, чтобы была безработица. Что значит специально? Ну вы понимаете, что при современных средствах, вычислении легко посчитать, сколько есть рабочих мест, сколько рабочих. Почему так получается, что рабочих больше? А чтобы рабочие знали, что у них за спиной стоят безработные, все время. И чтобы рабочие получили гири на ногах и не смогли добиваться высокой зарплаты. Поэтому уровень зарплаты у нас не только нестабилен, а вот скажем, в России пятый год реальная зарплата понижается. В этом году зарплата 92, сейчас скажу, 90,5% от уровня 2013 года. 2013. Не бумажки, а реально сколько вы можете купить на свою зарплату. то есть в этом смысле это капитализируют. Но кто организовывает производство в капиталистической экономике, рабочие, крестьяне или капиталисты? Они хоть производство организовывают ради прибыли, но они же организовывают его. Кто руководит фабриками, заводами, кто набирает людей, кто привлекает специалистов, если нужно решить какие-то научные вопросы? Это как буржуазия. Поэтому вы можете сто раз ее разоблачать, но должны сказать, что в капиталистическом обществе она обеспечивает прогресс. Наряду с реакцией, конечно. Есть реакционные действия ее, но есть и прогрессивные. Если вы приверженец, так сказать, пролетариата, скажете, а кто его собрал на крупных фабриках, а кто его организовал, а кто приучил его к дисциплине, кто это сделал? Это сделали капиталисты, класс капиталистов. Почему Маркс и Энгель говорили, что капитализм готовит своего могильщика? Кто приготовил это? Кто организовал рабочий класс, чтобы он смог сделать революцию? Сам бы рабочий класс не смог организовать. Он из деревни пришел. Вот исторически как? Кто их собрал в город, согнал в город, снял с земли и так далее? Это все капиталисты. Обореваемые жажды наживы. Но они, тем не менее, несмотря на то, что непосредственная цель у них прибавочная стоимость, но ее через производство можно получить больше, чем путем отнятия. Много бандита все отнимают, а капиталисты нет, они через производство, они систематически. Бандит у вас один раз на вас напал и отнял, что у вас было с собой в сумочке, а он у вас каждый день отнимает, каждый день систематически вы должны все время давать. И вот сегодня одна восьмая стоимости соответствует зарплате, а семь восьмых прибавочной стоимости. Уже потом идет дележ, потому что капиталисты могут потратить потом на шоу-бизнес, они могут потратить на дома, на виллы, на, так сказать, за границей и получить недвижимость. Так, они могут отдать врачам, они могут отдать, так сказать, тем, кто организовывает спортивные соревнования, все что угодно. Это называется перераспределение. Рабочие могут пойти на концерт какого-нибудь певца, хорошего, тогда они поддерживают своими деньгами и зарплатой этого хорошего певца, а могут дурного пойти на концерт с дурного певца, и тогда его поддерживают. А это все зависит от уровня культуры. И вы знаете, наверное, что буржуазия ходит на классические оперы, слушает классическую музыку. А здесь, вот давайте, вам будет большой грохот, и вы там кричите и прыгайте. И тогда мы больше получим от вас прибавочной стоимости. То есть культура становится средством тоже держать людей в определенном состоянии, чтобы их можно было эксплуатировать. То есть есть обратное влияние культуры на экономику. или как записано в народной мудрости такая, вам песня строит, нам жить помогает. Пример. Вот я когда еду в разлив, проезжаем мимо двух дач Кобзона, они на перевелке Жукова находятся и в Советском проспекте. Огромный дачный участок, огороженный с каменной стеной, да еще там гладиаторы стоят. А рядом дом культуры одного актера, круглый такой, и семиметровый или восьмиметровый забор, чтобы вы не заглянули что-то. Ну, умер уже Кобзон, плохого не говорю. Ну, вот видно, что песня, она, конечно, хороша, и в то же время она источник больших доходов сейчас. Люди, может, отрывают своих последних, несут этим артистам, они строят дома, создают недвижимость. А нужна ему теперь недвижимость Кобзону. Он остался, так сказать, как положительная фигура, и как артист, и как человек в памяти народной. А это просто вот сам факт, штришок. Скажем, проезжая по Москве, к Рублевке, вы можете увидеть замок Пугачевой и ее муженька молодого. Как в средние века, которые были. А на Рублевке вы можете увидеть двойные заборы. Чтобы вы там не заглядывали. И огромной высоты. А Самар Рублевка, вот такой более худой, худого шоссе, не увидите. Вот если вы у нас по Приморскому едете, так это красота тут. Ровно, прямо, немножко едут вороты. А там, наверное, это приветствует служба безопасности, потому что там она не простреливается. Когда вы едете, из-за того, что такие повороты, там нельзя на большом расстоянии выстрелить. Поэтому никто не собирается ее спрямлять. Долларовка. Она же называется Рублевка. Ну вот мы с вами добрались до цивилизации, значит, она во всем богатстве своих составляет. И у одного человека могут положительные и отрицательные черты, правильно? Это может проявиться и в культуре, и в науке, где угодно. И в управлении. Вот сейчас, надо сказать, это очень неинтересно для особенностей нашей современной экономической жизни. Экономической жизни и нынешнее состояние государства. Это мы с вами теорию брали, а теперь посмотрим, как это выглядит. Сейчас так называем национальный проект. Это не первый раз. Национальные проекты были сделаны тогда, когда готовили Медведева в президенты. Надо, чтобы за ним народ, так сказать, проголосовал. Поэтому, что такое национальный проект? Это деньги, которые выделяются вам, 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 вам. Каким путем? Ну, так, раздерганным образом. Никакого единства нету. Отдельно на сельское хозяйство, отдельно на образование, отдельно на культуру. Мы всем вам даем деньги. И вы потом будете все голосовать. за тех, кто деньги дал. Ну, такая очень простая схема. Значит, у нас в 15-м году был принят закон о стратегическом планировании. О стратегическом планировании. Гражданин Улюкаев, который у нас был министр экономического развития, сидит в тюрьме на сегодняшний день. Вот она, такая особенность. Можете посмотреть уральские пельмени, как к Улюкаеву приходит жена в тюрьму. Лешенька, как ты живешь? Какая у тебя камера? Какая камера, говорит? Он приехал, знаете, на таком колесе. Приехал на колесе, говорит, да мы в гольф играли. Какие ворота? Что? А он говорит, Лешенька, ничего нет у меня. Дома ничего нет. Я тебе из черной икры пирожков напекла, муки-то нету. А он говорит, как с деньгами? Ой, Леша, плохо с деньгами. Впритык, впритык, открыло гараж, и так дорого, и высыпались все. И так далее. Ну, это министр был, министр экономического развития, который, ну, я как экономист, только вред наносил. Так вот, Улюкаев добился, чтобы заморозили этот самый закон о стратегическом планировании. Вместо того, чтобы увязать одни и другие, третьи, четвертые, пятые действия и привлечь к этому Академию наук, орган соответствующий, который предлагал советник президента Глазев создать плановый комитет при президенте и при правительстве, чтобы можно было все это увязать и потом делать. Вот сегодняшняя газета сообщает, как товарищ Медведев распекает разных там виноватых в том, что они поручения президента не выполнили. А не надо ли эти поручения президента свести в единый план и оформить их не просто, как поручения президента. Поручения президента это закон или не закон? Да. Вот президент это избранный человек. Это закон выручения президента? Нет. Это правовой акт? Не правовой акт вообще. Правовой акт такой у президента есть. Указ президента. А есть, между прочим, процедуры. Вот была программа в 2008 году социально-экономического развития России до 2020 года. Хорошая. Продуманная, хорошая программа. Ну, как вы думаете, она стала законом? Нет. Она была тогда Путин был председателем правительства. Он подписал ее как председатель правительства. Это что значит? Вот если мы с вами правительство, а я председатель правительства, то вот вы должны это иметь в виду. А народ? А к народу она не имеет отношения. К народу имеет отношение то, что принято как какой-то нормативный акт. Какие есть нормативные акты? Первое. Постановление правительства. Не было постановления правительства. Второе, может быть, указ президента. Это выше. Это обязаны все выполнять указ президента. Но его надо, соответственно, готовить. Потому что кто будет отвечать за невыполненный указ? Скажите, пожалуйста. Президент будет отвечать за невыполненный указ. Не те, которые там какие-то поручения не выполнили. Если я что-то вам указ сделал, так я должен думать, сделать такой указ, чтобы вы его могли выполнить. Если вам будут такое давать, что это выполнить нельзя. Ну, вроде как вот майские указы. Дескать, давайте сделаем заработную плату в два раза больше повысим вудовским работникам. Так надо для этого тогда выделить деньги. А денег нисколько, ни рубля не выделили. Значит, что это надо сделать? Половину убрать работников, половину оставить. Что и делается. Вы, наверное, видите, как докладываешь, что за три года уничтожена половина вудов страны. Половина. И этот товарищ, который уничтожал таким же образом Академию наук, оторвав все институты от Академии наук, Котяков стал у нас министром науки и образования. Вот такие мы тут наблюдаем явления в этом плане. То есть, как только мы доходим до конкретности, ну вот, мы видим цивилизацию в том виде, в каком она является. Она противоречивая. Бывает хорошее, бывает плохое. Один и тот же человек, один и тот же государственный делает это половительно, это отрицательно. Вот хорошо, что Россия поддерживает Сирию, потому что это еще одна страна светская, последняя. Если ее там не будет, то ИГИЛ возродится и будет угрозу представлять для нас. Прежде всего, для той части, которая приближена к Средней Азии. И гораздо нам сложнее будет бороться. Лучше с ней бороться на дальних подступах. Это раз. Во-вторых, Россия заинтересована в том, что у нас была хотя бы одна база на Средиземном море. Заинтересована. А если у нас не будет базы, нас запрут в Черном море. А в Черном море уже крейсеры заходят. Американские. И нельзя их не пустить. Но они там долго не могут находиться по тем положениям, которые есть. Но эти положения, юридические, международные, они только тогда действуют, когда есть соответствующая сила. А когда Россия ослабеет, там и Турция, то никто спрашивать их не будет. Зайдут? Просто больше кораблей зайдет, и все. Только и всего. Ну и так далее. То есть, когда вы берете конкретное явление, то вот вы видите, там есть положительные шаги российские. Безусловно. И на международной арене. И в других областях. Ну, есть и отрицательные. А есть кто-нибудь такие? Есть такие люди, у которых не было бы недостатков? Нет. А есть такие общества, у которых не было бы недостатков? В самом этом обществе? Тоже нет. И, конечно, вот когда мы уже разбираем цивилизационные процессы, мы должны видеть, что вот где тенденции положительные, где отрицательные. И это непросто. Потому что еще взгляды могут быть разные на то, что положительные, а что отрицательные. И здесь может быть не только дискуссия, даже борьба. Так, еще у вас какой-то вопрос заготовлен. Нету больше? А у вас? Вот видите, есть люди, которым все понятно. У нее просто все не заготовлены. А? Еще не заготовлены просто. Консультации, да? Она подготовится, и будут у нее более суровые вопросы, чем у вас. Вот так что я уже трепещу перед этим. Как у нас будет консультация? А вот там прямо она ищет, чтобы еще такой задать. Нет, нет. Сейчас найдет что-нибудь такое заковыристое? Вот, консультации постараюсь. Да, ну как у нас учат, что кто больше спрашивает, тот, наверное, больше знает. И те, которые плохо изучают, они обычно не спрашивают. Все вот выглядят, как такие незнающие-то отличники. Отличники это спросят, это спросят. Отвочники, они так сидят, в них нет вопросов. То, что вы имеете в виду тут, чтобы выглядеть как отлично, задавать, задавать. Все, уже поняла, только последние штрихи вот нужно узнать. Так, ну я понял, что мы достигли понимания. Значит, курс мы уже закончили. Спасибо вам за внимание, за то, что вы с интересом отнеслись к этим вопросам, которые разбирались в курсе. Я думаю, что это поможет вам в работе, потому что философия нужна всем и во всем. Почему? Потому что это всеобщая наука обо всем. Но в нем самое главное и основное. А без главного и основного не поймешь и богатство. Все конкретное богатство содержимое. Спасибо. И до встречи на консультации. Спасибо.